Ввод в эксплуатацию детского сада номер 70 под угрозой выявила инспекционная поездка главы администрации города в дошкольное учреждение. Александр Кузьмичев остался недовольно увиденным. К отделке рабочие приступили только что. Работы по плану должны быть завершены до 1 сентября. Подрядчик на встречу с представителями власти не явился и ответить в чем загвоздка в ремонте не смог. На мой взгляд недостаточное количество работающих на данном объекте. Здесь должно работать не менее 50 человек. Сегодня мы видим, что количество работающих не такое. И поэтому сегодня мы возьмем ситуацию на этом объекте под жесткий контроль. Контролировать действительно нужно. Помещений множество. Сад рассчитан на 250 малышей. Но пока здесь только голые стены. Непонятно, где будет музыкальный класс, где кабинет рисования, а где тренажерный зал. Подрядчику также предстоит облагородить прилегающую территорию. Она пока в руинах. Будет установлено 12 террас, на которых дети смогут, если будет дождь, укрыться от дождя. То есть полный спектр необходимых работ запланирован. Самое главное, чтобы не подвел подрядчик, чтобы своевременно были закончены все работы. И чтобы они были сделаны в соответствии со всеми требованиями к детскому учреждению. Это здание по проекту задумывали, когда школьное учреждение. Когда необходимость в садах пропала, из него сделали реабилитационный центр. Сейчас вновь понадобились заведения для самых маленьких. Перестраивать здесь ничего не потребовалось. Нужно только провести капремонт. Из бюджета муниципалитета выделили 35 миллионов. Садик будет называться «Чудо-малыш». Будет рассчитано на 12 групп. Три группы специальные, то есть две логопедические и одна группа слабослышащие. Остальные группы будут по возрасту. Штат еще укуплектован не до конца. Но люди записались. У меня не хватает на сегодняшний день 4 воспитателя. И вообще нет младших воспитателей. Два человека только. Если подрядчик не выполнит работы в срок, его компания будет оштрафована и внесена в реестр недобросовестных. Рядовые рабочие штрафных санкций не боятся. Из-за уменьшения очереди в детские сады не переживают. У них то обед, то перекур.